В шести километрах от Симферопольской трасты как раз съезд на Мелихово Вот находится музей-заповедник Чехово, Мелихово Вот мы сюда приехали Ну, мы-то едем из СНТ Сосновый аромат Нам сюда около трех километров Все занято, все-все-все занято Это будний день Сегодня четверг, да? Четверг 24 сентября Так, ну ладно, надо зайти и взять билет Вот музей-заповедник Чехово, Мелихово Ежедневно с 10 до 17 Выходной понедельник Санитарный день, последняя пятница месяца Имейте в виду Вот конец сентября Еще все цветет И сегодня солнечно И тепло На улице 22 градуса Вход в здание Экспозиция без масок Воспрещен Слева от входа музейный магазин Касса музея Вот, справа А, скажите, чем отличается Пенсионная? Да Да Давайте стандарт У меня пенсионная Нет, вот просто один пенсионный И один просто взрослая территория Вот такие цены Нет Да Взрослые 80 Это посещение территории музея 70 пенсионный 10 рублей скидка Детские Школьные Студенческие 60 А я не поняла А так просто Входная плата 210 Да? Я не понимаю А я тоже не поняла Входная плата Стандарт Посещение территории музея Флигель Экспозиция Амбулатория 320 А все включено Территория музея Флигеля Кухня 710 Здравствуйте Карта Где находится Один на двоих Что Один на двоих Не подняла Билет Один на двоих Карта Что где находится Вы не подскажете Просто по территории Погулять Двум пенсионерам Сколько обойдется А? 140 рублей Спасибо большое Пожалуйста Так Сейчас Вот нам выдали карту Где что находится И билетик Один на двоих Нам дали Вот такой вот билетик Все Пойдем гулять Вот Слева Детский музейный центр Справа Дом Чехова Тут детская Игровая площадка Откуда мы пришли Будьте внимательны Возможно Выделение смолы На деревьях Скамьях И лавках А, значит Кто-то уже жаловался Маленький прудик Вот тут точно Есть карасики Вот Прямо на входе Туалет Туалет С пандусом Для инвалидов Кафе Вот люди идут Кофе Чай Самовар Вот Если отчаянной Двигаться Отчаянно Вот в эту сторону Справа Оставить Туалет И Зимнее Кафе То Прямо Вы попадете В домик Чехова Если Повернуть Вот сюда Вот То уже Пойдете На Сиреневую Аллею Вот Ну и С другой Со всем стороны Попадете Тоже К домику Чехова Самовар Двухведерный Если Не трех Серьезный Самовар Летнее Кафе Да От Самовара Пахнет Здорово Как будто Шишками Топин Чай Сахар Кофе И другие Колониальные Товары Ну Вечером Здесь живая Музыка Интересно Может Не только Вечером Соки 50 рублей Калина Вот 100 рублей А это Типа Бургер 100 рублей Ну В принципе Перекусить Можно Ой Да Из Самовара Пахнет Шишками Шишками Шишки Здесь Рядом Мешке Вон Они Шишки Вот Здесь Сиреневая Аллея Театральный Двор В ту сторону К Ракетные Поля Театральный Театральный Двор Как-то Это Значит Впереди Там Сцена Где-то Где-то Здесь Лошадки И телеги Можно кататься Ну 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 Это Надо Уточнять В интернете На их сайте Рига Это не город Рига Это там Где у нас Ну Сарайчик Такой Да Корма Амбулатория И дом Чехова Вот там Вот Вот Амбулаторная Киска Вот Сама Амбулатория Фот Воспозицию Без масок Воспрещен Соблюдайте Социальную Дистанцию Да Ой Да Календула Это обыкновенно Душица Да Чистотел Ландыш Ландыш Очень опасен Сердечный Гликозит Полынь Горькая Вот Перед амбулаторией Ну Для нас Высадили Лекарственное Растение Может они Раньше Когда Расли Полынь Эстрагон Вот Страшно Красивое Но страшно Ядовитое Растение Клещевина Да Так Точно Она Клещевина Пустырник Вот он Пустырник Это Девисиф Девисиф Большие листья Это Да Вот Валерьяна Лекарственная Синюха Остался Конек Горбунок Остальных Разобрали Одна сирень Да Ну это надо Май Июнь Сюда Вот это Рига О Черешня Черешня Точно Сиреневая Аллея Ну метров Около Ста Протяженности Вот Подходим К бюсту Чехова В 51 году Установлен Как раз В год Когда я Родился Ой Вроде бы У Чехова Были Таксы А эта Дожила До наших Дней Ты тоже Знала Чехова Ну да Люди Фотографировались С собакой Как только Моя супруга Подошла Все Собака Тут же Рванулась К ней Кластится Она тебя Повела Куда-то Лена Здесь Погреб Наверное Лена А это Просто Склады Ну Перед Флигелем Более-менее Ухоженная Территория Так Она Как-то Немножко Одичалая Он сам Принимал Участие В строительстве Этого Флигеля Мой дом Где Была Написана Чайка Вот так Вот Чехов Скромненький Домик Для Огромного Таланта А талантливым Людям Не нужны Хоромы Талант Сам себя Проявляет В любом Обличье Вот Перед Основным Домом В котором Жил Чехов Находится Флигель Кухня Построена В 93 Году Построена Чеховом В 93 Году Вот Здесь Вот он Вел Прием Здесь же И жил Да А вон Там В том Крыле Прием Вел Дом Антона Павловича В котором Он Жил Вот Так Вот С 892 В общем 6 лет Там А тот Заснел Где он Прямо Амарант Везде Растет То ли Стараются Поддерживать Сад В таком Состоянии Как он Был То ли Просто Такие Садоводы Ну Вот Эти Деревья Наверняка Помнят Еще Антон Павлович Тут Где-то Была Ива Помнишь Лен И у нее Такой Сучок Живой Был Который Которому 150 лет Что Ну Я так Думаю Здесь Он Чаи Пил Распивал Чаи А может Быть И не Только Хорошая Крылечка Вот Перед домом Чехов Где он Жил Ну Действительно Сад Сад Немного Запущен Но Снова Красиво Хорошо Там Дальше Кухня Здесь же Вот Небольшой Пожарный Сарай Построенный Чеховым В 895 96 Году Для села Мелихова Стал Музейной Экспозиции Так Здесь Вот Абсолютно Дикие Утки Дичайшие И Селезни О Любимица Чехова Таксы Как их Звали? Таксы Хина Марковна Ибром Исаевич Бром Исаевич Ближе К нам Хина Марковна Ибром Ну Да Все Медицинские Названия Хинин Бром Успокоительная И от Малярии От Температуры От Жары Вот Палочку Ношел И хочу Присоединиться К прекрасному Тут Вон Такие Известные Люди Составляли Эту Композицию Вишневый Сад Чемпион России Главный Призер Участливый Чемпион Арт Проекта Арт Директор И так Домоподобное Париж Россия Самара Россия И я Нет Хорошо Что мы Сегодня Вырвались К дедушке Чехову Какой дедушка Для нас Он уже Не дедушка Сколько Ему лет Было Когда Домоподобное 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 Подписывайтесь Продолжение следует...